Так, ну что, ребят, всем привет! Валек опять на ютубе. Я тут у себя в гараже занимаюсь новым проектом. О чем показать? Начал вот такую вот красивую делать картину, можно так сказать. Это, ребят, будут горы, да, если там кому еще не понятно, что это такое, это будут горы. Все это дело вот так все разукрасится, приклеится, опилится ровненько. Вот с такого материала все это делаю. Когда занимаешься такими делами, знаете, то всякие мысли там в голове, вот, и в этом случае у меня тоже такие мысли сейчас, что сейчас происходит в Германии, какие сейчас там были выборы, так как мне это все равно, скажем так, не все равно, да? Вот, и, блин, ну просто какой-то капец. После того, как там были вот эти вот наводнения все, все стали кричать, все, теперь будут зеленые у власти. Ну, они к власти, можно так сказать, не пришли, но их выбрали очень много людей. И почему меня как бы потолкнуло сейчас записать это видео? Я смотрел один видос моего бывшего коллеги из Германии, он выставил на Фейсбуке, как один немец, там орет чуть ли не во всю глотку, у него аж слюни летят. Что, ребята, что мы сделали? Почему мы не выбрали зеленых? Я сейчас вот говорю, занимаюсь такими делами, и у меня такая мысль была. Когда-то говорили, что будет в Германии литр бензина 5 марок, но, блин, оно сейчас к тому и идет. Вот, и люди полностью рехнулись, зеленых выбрали больше, чем когда-либо. Они, типа, это опять они написали историю, что, да, очень много людей выбирали зеленых. И я себе говорю всегда, что немцев просто в Германии облупашивают такими всякими мистиками, что они спасут мир от глобального потепления какого-то, которое выдумали политики для того, чтобы зарабатывать на этом деньги. И людям, понимаете, это вот так все врут, и они, вся эта ложь, к людям уже, они воспринимают это как правду. Потому что, если ты сейчас выйдешь и скажешь, что это неправда, то, что рассказывают нам политики, или то, что они нам это продают, скажем так, то на тебя в Германии сразу говорят, что ты кверденька, человек, который мыслит по-другому, не так, как все вокруг него, или не так, как нам преподает это правительство, политика. Это просто какой-то абсурд, это уже просто, в Германии люди идут по улице, они боятся пернуть на самом деле, потому что идет какой-нибудь сзади другой бюргер, и тебя может заложить, что ты там сделал какой-то газ, из-за этого то, что ты дунул себе в трусы, три куба снега в Антарктиде, они это самое, они растают. Вот типа вот такого вот, вы знаете, это так, это так, люди в Германии просто до такой степени зашуганные, что они просто потеряны, они просто потеряны, и у них даже нету, можно так сказать, своего мнения, абсолютно его уже больше нету. Во-первых, кого только я не знаю с Германией, с которым я общаюсь, которые со мной еще общаются, это уже стало не так много людей, хотя я думал, не так быстро со мной потеряют люди контакт, с которыми общаюсь я, и которым интересно общаться со мной, да, кто не в курсе, я уже больше как год уехал с Германии, живу сейчас в Канаде. И всех, кого я знаю, все, кто мне говорили, они все говорили, мы будем выбирать АФД, да, но АФД в этом трассе выбрали, то есть получили меньше голосов, как это было когда-то, и они даже потеряли 10 сидений, 10 стульев в своей Бундестаде, в своем, да, это вообще, это какой-то кошмар просто, ребята, я говорю, у меня даже есть немцы, которые мне писали буквально, вот после выборов сразу мне написали, честно, вот вы если не верите, да, мне писали немцы, с которыми я тоже общаюсь, мои бывшие коллеги из Германии, они сказали, мы выбрали АФД, вот, потому что у нас был на эту тему разговор, понимаете, что, а если уже немцы говорили, что их будут выбирать, почему тогда их выбрали так мало, почему тогда они потеряли 10 стульев, скажем так, своих, да, 10 мест в Бундестаде, а зеленых стало больше, и вообще, кто пришел к власти, всем понятно, это всегда или ЦДУ, или СПД, это просто какой-то кошмар, и что сейчас изменится, ребят, да нифига, станет опять, как говорится, раньше было лучше, и станет опять хуже, да, понятно, станет хуже, вам уже сразу в Германии сказали, у вас будет литр бензина, скоро 2 евро, я не знаю, сколько сейчас в данный момент стоит литр бензина, если не ошибаюсь, евро 60, наверное, евро, мне кажется, литр бензина евро 60 точно стоит, евро 58, где-то вот так, наверное, это просто какой-то кошмар, да, и они орут, те зеленые, во-первых, те зеленые, которые орут, нам надо спасать экологию, они все пользуются, мне кажется, у них уже у всех есть, наверное, новый iPhone 13 сейчас вышел, уже, наверное, все себе заказали новые мейкбуки, которые вот должны в октябре скоро выйти, и так далее, и тому подобное, все ездят на своих динствагонах, да, на своих машинах, которые им, они должны ездить, типа, на толстых BMW, Mercedes и Audi, мне кажется, Mercedes нет, но BMW и Audi это точно, на Mercedes даже канцлеры на последнее время, я знаю, что ездил на Audi, вот, и даже есть такие скрытые съемки, что один из зеленых приехал на толстой Audi, подъехал там, за гаражами спрятался, пересел на электромобиль, и потом на нем выехал, типа, на презентацию, на какую-то там сборную, понимаете, да какой обман идет людей, и люди в это верят, люди верят в обман, если ты им говоришь правду, они говорят, что, дурак, ты, чувак, вообще рехнулся, что ли, как так, как ты можешь говорить, нам же говорят, вот, надо делать так, Германия, вот такая козюлька на карте мира, ребята, чтобы вы понимали, это на самом деле козюлька, это, и они хотят спасти мир, чем, то, что они будут здесь сейчас ездить на электромобилях, да кто сказал, что это правильно, все об этом знают, что это неправильно, и они их покупают, они их покупают, и покупают, и покупают, блин, я ездил сам на Tesla, и это классно, я бы на ней тоже бы ездил, не из-за того, что она экологичная, нет, она еще хуже, чем бензин или дизель, за то, что она тянет круто, ребята, вот это из-за чего я бы ездил бы на Tesla, а все остальное, это брехня, это просто ерунда, живу в Канаде, тут, блин, 6,4 дизельные моторы ездят, 6,7, и просто приходят к магазину, оставляют машину, заведенную, летом, ребята, летом, чтобы кондиционер работал, я не дам соврать, я это вижу не раз, вот буквально 2 дня назад подъехал, 500 и сзади 4 у него колеса, пикап подъехал, чувак остался в машине, женщина пошла в машину, машина работает, дизельный, 6,7, мне кажется, если я не ошибаюсь у него, всего лишь каких-то 6,7 литров дизельный мотор, а в Германии ты оставь машину заведенную, да тут сразу бюргеры, сразу снайперы сидят с высоких домов, и тебя готовы расстрелять, потому что, блин, всем все запрещают, а тем временем зеленые пользуются, как я уже сказал, всей новой техникой, летают с места на место, и это люди не понимают, и их обманывают, и они их и выбирают, ну ё-моё, блин, как я говорю, Германия, это вот такой вот клочок на карте, я тут неделю назад, две недели назад съездил в другой город, туда и обратно, тысячу километров, ребята, это я, вот такой кусочек передвинулся на карте Канады, с 500 километров я пол Германии проезжал, чтобы вы понимали, это просто уму непостижимо какая-то здоровеннейшая страна, люди ездят вокруг, вокруг меня, если сейчас выйти, стоит как минимум 3-4-5 пикапов, как минимум, вот тут у нас пенсионер живет, он ездит на пикапе, его сын ездит на пикапе, его сынок ездит, его внук ездит на Шеви Блейзер, там в 80-х годов машина, которая при запуске только 3 литра, она выплевывает просто, да, бензин в Канаде тоже дорогой, да, мы сейчас заправляем евро 20, доллар 29, я заправляюсь, на некоторых местах доллар до 42 доходит, да, это тоже дорого, это тоже много, здесь тоже идет облупашивание людей, но я не знаю никакого канадца, который кричит, который кричит, я работаю сейчас в такой сфере, где вокруг меня только англоязычные, я никого не знаю, чтобы кто-то кричал, блин, нам надо всем ездить на электромобилях, потому что, мобилях, потому что надо спасать окружающую среду, это все брехня, на этом делаются деньги, и в Германии людей обманывают, и они в это верят, понимаете, и они в это верят, и идут на заправки и платят за евро 70, там, или за литр бензина. Ребята, вы что творите? Вы сами себе, как говорится, в свою кастрюлю, может, так кладете, да? Почему так? Почему так, что все вокруг которых, я, как скажу, сказал, все хотели выбирать АФД, а они потеряли свои места? Вот вам видео, почему, ребята? Вот в моем классе стоит урна, что приходили в воскресенье, голосовали. Кто голосовали, не знает, кроме школьников, все желающие. Вот, пожалуйста. Не сорвана даже, близко, пломба. Одна сторона, вторая сторона, пломба плотная, да? Третья сторона, ничего нигде не сорвано. Четвертая сторона, пломбы целые. Вот низ переворачиваю, все запломбировано, все закрыто. Ставлю на место. Урна, в ней половина листов гремит. В дырочку, если заглянуть, там половина, тут не видно, там половина этих листочков, прям полурны, да. Ее никто не открывал, никто ее не считал, эти голоса не учитывал. Вот вам и вся правда, вот и пожалуйста, для чего это все туда ходить, голосовать. Вот. Как вы видите на этом видосе, вот вам показывается, что сейчас были выборы, и вот что происходит с вашими листками. Они даже не доходят, эти урны, они даже не доходят, эти ящики, до того, чтобы их посчитали. Это просто какой-то кашпец. Я просто в шоке. Я даже такие новости слыхал, что очень много немцев сказали, мы будем выбирать в письменном виде, из-за того, что мы боимся вот этого барановируса. Я не знаю, знаете, как говорится, сливай воду, глуши мотор. Чего изменится? Да ничего, как было, так и будет. Все опять подорожает, еще больше, чем оно сейчас есть. Хотя я говорю, ребят, знаете, как говорится, не хвали свое корыто, у тебя так же самое все бывает и плохо, да, или как там это все говорится. Так же самое и в Канаде сейчас опять были предсрочные выборы раньше, чем хотелось людям. Сам наш чувак сказал, давайте сделаем выборы раньше. Он думал, сейчас наберет больше себе голосов, чтобы у него была власть. А фиг там, он даже потерял некоторые голоса и некоторые в парламенте места, поэтому сам облажался. Можете сказать, чувак, зачем тебе это надо, ты там больше не живешь, и зачем ты вмешиваешься в эту ерунду, так как ты живешь в другой стране и так далее и тому подобное. Да нет, ничего подобного, мне как бы так же самое это меня цепляет, и у меня родители, родители жены, братья, сестры, все наши, все там, и как бы мне это так же самое интересно, да, это так же самое мне интересно, и я не понимаю, почему опять новым образом опять обманули немцев. Не понимаю, к чему это все идет, ребята. Ну, к тому, что скоро будет, как и говорили, литр бензина 5 марок, но это будет 2,50 евро. Блин, капец. Блин, просто капец. Тем не менее, как я говорю, здесь у нас столько машин, мне кажется, 80% всех машин Канады, у них не меньше 3 литра объема. Ну, пускай 70, да, не 80, пускай можно, наверное, 70%, но это точно больше, чем 3 литра объема. А там, блин, ездят одни Hyundai i10, i15, там, или Golf, там, все малолитражки, и полу, и... И еще все больше и больше задирают. Для таких богатых концернов, там, богатые фирмы, да им хоть литр 10 евро будет стоить, им вообще пофиг, ребята. Они все в конце года списали, и все, все. А вот простой чувак, простой работяга, который 5 дней в неделю работает, и доволен, что он еще ему дали и баштунды в субботу, он, ништяк, у меня 50% на мою зарплату сверху. Че, ты угробил свое время, и че, ты больше от этих денег имеешь? Нет, ты на заправке их отдашь, что ты съездил на работу, да, некоторые на работу ездят по 150 километров. Это не секрет, как бы, да, да, здесь тоже есть ребята, конечно, тут тоже ездят и далеко, и то, и так далее, и тому подобное. Ну, стиль жизни совсем другой, понимаете, совсем все по-другому. И чем больше я не живу в Германии, тем больше я понимаю, как в Германии обманывают людей, как им засирают мозги, что у них все классно. Вот у всех, вау, там, своя квартирка, свой домик, там, зеленая моя площадка, моя травка, который у меня робот скосил мою траву, и все довольны. Так а че толку-то, блин, если все вокруг меня, а один обман? Один обман, погоды нет. Как не посмотрел прогноз погоды, блин, ага, откуда я приехал, там постоянный дождь идет. У нас, блин, конец сентября, я немцам даже моим спрашиваю, какая погода, я говорю, да вот у нас буквально на днях, сегодня у нас, я не знаю, 19, что ли, вот позавчера у нас было 27, блин, прикиньте, конец сентября. Как так? Ты живешь в Канаде, у тебя там должен быть вечный мороз и снег. Я говорю, ага, здрасте, ребята, это вам в школе такое рассказывают. Здесь, блин, фрукты растут, ну, не у нас, а вот буквально 700 километров проехать, не на юг, не на юг, а параллельно вот так, там фрукты, персики, и все растет, е-мое, арбузы растут у ребят, там, у друзей, свои огороды. Ешкин свет, блин, это просто вот так засирает людям мозги, вы понимаете? И на раз, когда рассказываю про Канаду, у меня такое ощущение, что я открываю людям новый мир. Как так? Как у вас такое может быть? А как это? А как то? Ах, короче, все ерунда, отвлекаюсь от темы, но я говорю, то, что произошло в Германии сейчас, это опять подтверждает то, что просто, просто людей считают просто за налогоплательщиков. Пришел с работы, сел на диван, все, 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 никто ничем больше не занимается. Это считанные числа, которые там живут, активный образ жизни. Все остальные, работа, скосить траву, успеть, успеть скосить траву, пока не пошел дождь, сесть на диван, выпить бутылочки Bex Gold, ложиться спать, потому что завтра на работу. Все. А, еще бывает посмотреть Gold Rausch на Аляске, когда бывает золото на Аляске. Это такой сериал, такой был в Германии, который я тоже, между прочим, всегда смотрел. Все. На этом все. И еще, если тебе крепко повезло, и тебе давали в конце недели по субботам работать, и во штуды, то ты, если смог, то ты еще себе купил путевку съездить в Турцию. Ну, как бы я сейчас, может, уже начинаю преувеличивать, но очень часто это так, ребята. Да, это не так, что я сейчас тут в жире плаваю, там, вообще, там, весь такой крутой, там, все дела, и вау, 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 тут у меня все есть в Канаде. Нет, здесь так же самое надо на все впахивать. Но люди на выходных живут так, как некоторые там в отпусках не живут. Потому что, блин, это так все построено, это так все сделано. Здесь так, чтобы люди работали и, опять же, наслаждались. А там как врут людям, так я их, блин, сверху по уши, там, я не знаю, заливают лапшу на уши, и спасать надо мир, мы, Германия, мы спасем все, сейчас ледники опять замерзнут. Вот, ешкин свет, блин. И люди побежали выбирать зеленый. Ребят, короче, да, как я вам сказал, работаю здесь у себя над новыми проектами. Вот такие вот всякие мысли в голове, и думаю, надо вам немножко с вами поделиться. Когда будет все готово, я обязательно вам покажу. Но на этом спасибо. С вами был я, долго не был на ютубе, опять, надеюсь, пропадать надолго не буду. Буду его опять снимать, надо начинать. Вот, и да, спасибо, кто подписан, кто новый, подписались так же само. Ребята, всем привет. Спасибо, что смотрите, комментируете и спрашиваете, почему не выхожу в эфир. Вот, поэтому все, спасибо за внимание, до следующего видоса. Будьте здоровы, друзья. Всем пока. Будьте здоровы, друзья.